Перед войной хорошо нажились фармацевты со всеми этими вакцинами, только Белоруссия избегла этого маразма. А теперь фармацевтов сказали, ребята, подержите наше пиво, и всем занялась военка. И зарабатывает деньги, косит капусту со страшной силой. Говорят, что вот за все это время убило солдатов НАТО здесь, ну не только солдат, но и офицеров, в четыре раза больше, чем во всех остальных натовских войнушках за все предыдущие периоды. А Запад все равно раздябил варежку, да не признаем, да не демократично, да что вы там проводите. Было бы кого слушать. Мы еще посмотрим, что у них будет на выборах в Европарламент. И вот тогда поговорим о демократичности и недемократичности. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как всегда, мой первый вопрос, как поживаете, точнее, как поживаете в Донецке, ну и как поживаете вы в Донецке, соответственно. Крайний наш разговор был до того, как Авдеевка была взята, и вот уже прошло достаточно времени. Как изменилась жизнь в городе? Ну, жизнь в городе изменилась в лучшую сторону в тех районах, которые примыкают к Авдеевке. То есть, вот многострадальнейший Спартак, который вообще 10 лет жил в полном аду. Люди оттуда уже говорят, боже, неужели мы вставим стекла, сколько же можно жить с полиэтиленом? Яковлевка, минеральная, ясиноватая, то есть вот то, что примыкает непосредственно к Авдеевке, у них стало получше. Хотя тоже периодически долетает до них. Там и беспилотники, и сбросы, и ФПВшки. Что касается всех остальных районов, то не то, что ровным счетом ничего не изменилось, а стало даже хуже. То есть, вот по направлению из Красногоровки летит все, что только может лететь. Вот мы сегодня ездили, завезли людям продукты с Андреем Лысенко на вторую площадку. Так вот, из Невельского, которое якобы взято, а на самом деле нет, летит, ну, примерно все, что только может лететь. Беспилотники, стаями, грохочет беспрерывно. Ну, люди живут просто в аду и ждут, когда уже и то направление наконец-то хоть немножко отодвинет от города. Ну, и, естественно, к Горловке еще даже никто не приступал. В Горловку тоже летит абсолютно все, потому что вот Горловка, там линия фронта не сдвинулась практически никак. Так что в городе все по-разному. Ну, а и Сталинобойного, я думаю, будет стрелять еще долго-долго-долго. Ну, да, судя по тому, как европейцы отчитываются, можно сказать, вот последнее, там, Писториус опять заявил о новых полмиллиарда помощи. Ну, это только помощь финансовая, ведь еще никто же, слух, особо не говорит про вооружение. А вот эти вот прорывы, попытки прорывов, точнее, диверсионно-развитетных групп в районе, там, Белгородской, границы с Белгородской областью, для чего они делались? Вот только под выборы, на ваш взгляд? Ну, я думаю, да, потому что они давно готовились, долго концентрировали там силы и ресурсы. Ну, и было понятно, что они попытаются любыми способами дестабилизировать. Ну, в этот раз их более-менее хоть как-то встречали. И в этот раз они просто отыгрываются на беззащитном мирнике. То есть, вот Белгородщина, Курщина, они почувствовали себя Донбассом. Это, конечно, полное адище, что там творится. Ну, здесь-то народ привык. Народ знает, если летит, надо делать то-то, то-то, то есть алгоритмы уже на подкорке. А там для людей это вновь. Поэтому у них, конечно, ужас кошмарный. Мы им все безумно здесь сочувствуем. Но это было очевидно, что так оно и будет. Но прорывов никаких не случилось. Там они какие-то фейковые видео снимали, что куда-то они прорвались. У меня весь бот обратной связи был забит. Всеми этими фальшивками непонятно где снятыми. И типа прорывов, и выборными, что где-то там что-то взорвалось на участке. Я-то это все терла. На что это было рассчитано, непонятно, что может кто-нибудь поставит. Ну, как бы там на лбу написано, что это все снималось на киностудии Довженко. Поэтому как бы со мной мимо. А там, бог его знает. Может, люди по чатам куда-то и разбрасывали. Естественно, это все 95-й квартал, кровавая картинка под выборы. И, судя по всему, 95-й квартал себе не изменяет. У них вон трещит вовсю вот эта вот линия, которая после Авдеевки, Бердычи, Тоненькая Орловка, Северный. А они огромное количество ресурсов тратят на то, чтобы вломиться в приграничье. Следовательно, картинка им важнее. Ну, я говорю, 95-й квартал себе не изменяет. Кровавый клоун в своем репертуаре. Ну, в том-то и дело, что заняться реальными делами, ну, так уже, если поставить себя на место, да. А люди занимаются пиаром, продолжают заниматься пиар-войной. И это выглядит очень странно, на самом деле. Начинаешь думать, а нет ли здесь какого-то второго смысла. Они тянут время. Они тянут время, пока Запад сможет перестроить свою военную промышленность, наладить выпуск снарядов. Они и так уже работают в пять смен, и сами об этом честно говорят, и клепают, клепают, клепают. Другое дело, что капитализм процветает. Они взвинтили цены на снаряды. Ну, и они и сами капитализировались. То есть, вовсю дом акции продают. Все хорошо у военочки. Перед войной. Хорошо нажились фармацевты со всеми этими вакцинами. Только Белоруссия избегла этого маразма. А теперь фармацевтам сказали, ребята, подержите наше пиво. И всем занялась военка. И зарабатывает деньги, косит капусту со страшной силой. Все у них нормально, и любой ценой им надо просто протянуть время. Пока они между собой договорятся, пока они наклепают достаточное количество боеприпасов, пока они обучат своих вояк. Вон вчера прокатилась просто волна публикаций насчет новой авиабазы НАТО в Румынии. Я думаю, вы тоже читали. И не только авиабазы, там еще много решений по поводу. Да, 2,5 миллиарда угрохать на новую авиабазу, все расширить. Там будет 10 тысяч вояк, плюс члены их семей. Там будут школы, больницы, детские садики, все. То есть окопались посреди Румынии норм. Одессу отдавать они точно не намерены. Поэтому Запад готовится. Пока из последних сил самые упоротые, ну или наловленные на улицах мясо, сдерживают линию обороны после Авдеевки и прочие линии фронта, Запад вовсю готовится непосредственно вторгаться самим. Ну вот смотрите, перед как раз таки выборами президента, я думаю, опять же, не случайно это было именно перед выборами президента, вдруг откуда ни возьмись, возникла какая-то смелость у французского президента, который, собственно, сказал, что готов, а потом вроде и не готов, а потом вроде не так поняли. Ну, в общем, шум наделал, что называется, да, своим заявлениями о возможном введении войск НАТО на территорию Украины. И самое интересное, ведь, ну не знаю, заметили вы или нет, то есть помните, да, все европейские лизеры, в общем-то, открестились от этого, в слух, во всяком случае, и только руководитель МИД Польши тихонько сказал, так, собственно, они уже там. Да, они уже давно здесь и в изобилии. То есть те, кто обслуживает какие-то высокотехнологичные вундервафли, которые они поставили, там, ремонт, там, целеноведение, еще там что-то, они здесь толпами. Ну и, естественно, всякие авантюристы, которые непосредственно просто вот любят участвовать в штурмах. Сколько их уже здесь убило? Говорят, что вот за все это время убило солдатов НАТО здесь, ну, не только солдат, но и офицеров, в четыре раза больше, чем во всех остальных НАТОвских войнушках за все предыдущие периоды. И это вполне может соответствовать действительности, потому что мы же не все знаем, не все же объявляют. Не все сами. Вот там с доказательствами убили, там, чей труп там достался россиянам, тут уже как бы не открутишься. А если вот грохнули, прикопали, они их вывезли куда-то там вертолетами, не идентифицируя, не заявляя, что там кого-то убили, конечно, их гораздо больше, чем об этом объявляется. И они здесь уже, и их очень и очень много. И, скорее всего, они собираются в еще большем количестве сюда вламываться. По одной простой причине. Без выхода в море Соларейх просто никому не нужен. Он нежизнеспособен. Поэтому, если отжать Одессу, то дальше все это абсолютно бессмысленно. С военной точки зрения. Ну, весь вопрос введения вот этих вот сил, ну, возможного введения, я думаю, что там еще тоже очень сильно люди будут, а, думать, и, б, смотреть, собственно, на реакцию своих народов. Это вот заявление всех этих Макронов и прочих, это для того, чтобы окно Овертона открывалось постепенно. Это само собой. Затем они орали, что мы вообще не участвуем, мы только помогаем деньгами. Там в госпиталях лечим раненых. А потом они начали рассказывать, что да-да-да, там есть наши советники. А потом у нас есть там отставники, отпускники, добровольцы. Ну, а тут уже совсем недалеко и до регулярных войск. Ну, а другое дело, как это действительно воспримет, когда это будет действительно массово, западное общество. Вот я приводила данные недавно по немцам. Там обычный себе солдатик Бундесвера, не клятый, не мятый, сидя дома, возвращаясь по вечерам к жене, к детям, получает чистыми после всех вычетов более двух тысяч евро, никуда не отдаляясь от родной базы. Вот офицеры там... Не рискуя ничем. Вышшие офицеры там пять и выше. Это уже чистыми. То есть у немцев как бы большие налоги, а это то, что они уже получают на руки. Ну, всякие выплаты на детей и так далее. И вот сидят они у себя там в Бундесвере, все у них хорошо, а тут им надо руки в ноги и идти воевать и подыхать в окопах под какой-то там условной Авдеевкой. Оно им, простите, надо. Скорее они каким-то образом выпихнут бешенцев. Ну, согласитесь, это нелогично. По Европе толпами бегают салрейховские бешенцы, которых Европа кормит, поет, обеспечивает жильем. В Германии 80% из них не работают и не собираются. В других странах процент не работающих поменьше, но тем не менее. И вместо того, чтобы выгнать их пинками и загнать в окопы, европейцы своих солдатиков пошлют, чтобы получить мгновенно, а по-другому при современном развитии артиллерии не бывает, поток гробов и коллег. Это сейчас их там хоронят с почестями, если там кто погиб, потому что их мало. А если это начнет быть массовым явлением, что скажет западное общество? Так что непонятно, как это будет. Я думаю, что, во-первых, выгонят пинками всех этих бешенцев призывного возраста, которые они смогут удрать. Куда-нибудь к вам, кстати, побегут. Очень многие собираются бежать в Белоруссию. Пока в России проблемы с влетом через Шереметьево и очень многих разворачивают, я знаю, что очень многие в Белоруссию несутся. Я не знаю, там констатируете ли вы увеличение потока желающих граждан Украины пересидеть у вас смутные времена. Ну или в крайнем случае они скорее наймут огромное количество всяких азиатов, арабов, негров, которые за пару тысяч евро и за обещание паспорта евросоюзовского или даже украинского готовы примерно на все. Так что я не думаю, что вот именно граждане-граждане стран НАТО толпами сюда попрут. Весь вопрос-то в чем вот в этих вот всех заявлениях? Понятно, что это как, знаете, с всякими там видами вооружений, которых много там озвучивалось, да, которые появлялись на территории Украины со стороны ВСУ. То есть они говорили уже тогда, когда они на самом деле уже применялись. Да, конечно. И сейчас то же самое. Но пока ни одна вундервафля толком не зарешала. Уж сколько их обещали, что вот эта вот очередная вот вундервафля обязательно переломит все на фронте. Ну пока что никак. Ну кто его знает, что оно будет дальше. Вообще на самом деле, ну действие равно противодействию. Вы там одно оружие, а мы чем-то отвечаем. И вот говорят уже все, что скоро ФПВ-дроны будут в таком изобилии, что из-под земли вылезть вообще будет невозможно. Только ты высунул нос, тебя уже бахнули несколько ФПВ-дронов. И вот когда до этого уже дойдет, то есть сейчас идет борьба частот, у одних крутой рэп, у других там на каких-то других там неведомых частотах летают дроны. Вот когда это дойдет до технического предела, доступного вот нынешней технической мысли, вот тогда начнут решать другие факторы. И я думаю, что очень скоро уже это случится. Так вот ко всем этим заявлениям европейцам я все-таки вернулся бы. Почему ты говоришь, что говорят тогда, когда уже по факту все случилось. Тут бы, понимаете, понять какую штуку. Ввести, если уже речь о введении войск НАТО, это для помощи Украине, в кавычках, да? Либо же то, о чем говорили уже очень давно, и как-то эта тема угасла, о том, что каждая из этих государств, собственно, уже где-то наметила себе кусок территории. И просто введением своего контингента обозначает, вот так вот примерно вот здесь будет наше. И тут мы поставим все свои вундервафли, как вы говорите, и так далее, и так далее, чтобы максимально как-то себя обезопасить. А дальше вы там уже как-нибудь. А черноземик мы потихонечку к себе повезли, да, там, или что там еще есть. Так уже возят вовсю масса видео, что сгребают чернозем и везут. Как фашисты в сороковых. Точно так же сейчас пытаются урвать хоть что-то. Черноземы вывозят это, да, очень много есть видеосвидетельств. А там понятно, что каждый будет как-то вот столбить свое, свои интересы. Уже понятно, что на Одессу точно нацелились. И Одессу отдавать не намерены. Но вопрос в том, кто успеет быстрее. А так поляки, да, они претендуют, естественно, на Львов. И на то, что когда-то типа было их. Там славный город Ленберг. Что на нее еще там хотят, непонятно. Может всю западную Украину, может частично. Румыны претендуют на свое, на бесправедную Черновинскую область. Ну, как обычно. Не просто так вот они сейчас у себя размещают эту базу. Им что-то пообещали явно. Венгры претендуют, естественно, на свой кусок. И все остальные тоже. Вот все приграничье, все хотят чего-то урвать. И ждут только какого-то там момента, который покажется им более-менее подходящим. А вот как оно будет в реале, непонятно. А так население методично уничтожается. Он приперся в Киев, не поленелся, перелететь через океан. Приехать на поезде. Линд Сигрем. Это зачем-то же он приехал, чтобы лично что-то сказать Зелебобикам. То, что он сказал публично, мега людоедски, конечно, выглядит. Что типа, ребята, а что это вы до 27 лет не призываете? Это что вообще такое? Вы там давайте призывайте чуть ли не подростков. Вперед из песни. А дадим мы вам деньги или нет? А дадим там даже если и дадим, то в кредит. Это дело такое. Вы давайте там призывайте уже, начиная там чуть ли не с Яси. И он республиканец. И кто-то там еще рассказывает. Вот дождемся Трампа. Там Трамп зарешает, замирится. Что за детский лепет? Что за детский сад? Нет, Запад закусил у дела. И будет сражаться до последнего. Как бы они на вас не поперли. У вас там на границе нормально так сконцентрировано. Другое дело, что все это может закончиться как в 45-м. Но они-то об этом не думают. Думают, что уж в этот раз у них все получится. Ну, тогда в 40-х тоже думали, что в этот раз все у Наполеона не получилось. Ну, у нас получится. Ну, у Гитлера может получиться. Ну, тут, знаете, тоже шапка закидать, там заниматься не стоит. Надо трезво оценивать обстановку. Это не разумляет. Но работать им не с чем. Потому что всю эту публику, Навольняцкую, здесь народ презирает. Причем весь народ. Абсолютно весь. Независимо от политических предпочтений. Остальных, кто бы это ни были, охранители, патриоты, кто-то еще, их просто всех презирают. И сам Запад их презирает и считают просто полезными идиотами. То есть опереться в перевороте ровным счетом не на кого. Так примерно то же и с белорусскими, с этими беглыми. То есть там они уже скомпрометировали себя как могли. Вот только вот еще вот, я уже не знаю, с каких сторон. Внезапно у них не обнаружилось никого, кроме вашей Светы Котлеты. Пришлось работать с ней. До сих пор она там, они ее там президентом настоящим называют. Они смешны, конечно, ребята, но тем не менее. Сейчас они играют с вдовой Навальной, которая даже на похороны не приехала. Позорище, просто позорное. Там даже возмутились сами Навальнята. Как же так, как такое может быть? В общем, ну, а, я читала, значит, Карин Кнайсель, которая уехала из Австрии от греха подальше, потому что ее там начали гнобить за связи с Путиным и излишнюю любовь к России. Она написала пост, что вот послушала я, что вещает жена Навального, в Берлине, проголосовав на выборах, и ничего с ней не случается. А у нас в Австрии людей за в сто раз меньшее высказывание преследуют в уголовном порядке. Так где же у нас демократия? Как говорится, наевшись антидругина, вы ж не перепутайте. То есть потихонечку как бы вот, если бы еще была какая-то программа по привлечению людей, которым не нравится весь этот трэш на Западе в наши страны, я думаю, что таких Карин Кнайсель было бы здесь просто в изобилии. Просто если бы этим озаботиться. А так народ, конечно, в шоке. Не зря там все эти фермеры постоянно ездят, что-то перекрывают. Я повеселилась, что польские фермеры перекрыли границы уже с Германией. А тут у нас по-другому улыбнулись. От Бреста до Варшавы польское правительство запретило блокировать дороги. То есть от границы Белоруссии и туда. Сказали незаконно. А вот там можно. Ну, фермеры туда и поехали. Украинские журналисты и уже ни одна группа были пойманы на том, что они выяснили внезапно, что прекрасный наш коллективный Запад отлично торгует агропродукцией с Россией и Белоруссией. А вот Соларей их гнобит. С чего бы это? Непонятно. И там их, естественно, скрутили, все поотбирали. И они теперь жалуются, как же так же, как же демократия. Где же? И вот у них непонятки. Неужели нас сливают? Добыть этого не может. Да, ребята, вас сливают. Если вы изначально не понимали, что вы предназначены на забой, на мясо, что вы кабанчики, ну, кто же вам виноват, что вы такие тупые? Вам это все говорили. И это любой нормальный человек понимал изначально. Что если в какую-то страну вливают исключительно, в военку, в медицину только в тактическую и во все, во все, во все только в то, что заточено на войну, особенно в идеологическое промывание мозгов, то понятно, что вас готовят на убой в соседней стране. А там как получится. Ну вот не получается пока особо ничего с Россией сделать, но я уверена, что они будут пытаться, пытаться и пытаться. У них просто нет другого выхода. А вот когда они действительно вломятся уже своими военками, войсками или толпой наемников, которых они навербуют, вот тогда начнется самая жесть. Так что это еще даже не начало, я так понимаю. Это так, затравочка, прелюдия. Ну, с другой стороны, и со стороны России, в общем-то, тоже. Вот вы часто говорили в самом начале, да и в процессе. И я тут с вами соглашусь, что Россия, собственно, ну, на войну она уже, наверное, пришла. Да, но воюет все еще одной рукой, по-моему. Ну, никто не говорит, вставай, страна огромная. Но, с другой стороны, и Запад пока не говорит прямо драгнахостен. То есть обе стороны еще надеются как-то вот малой кровью или потихоньку еще только втягиваются. Понимаете, мы-то в центре процесса. Нам кажется, что здесь уже все кипит, бурлит. А люди, которые где-то подальше от линии фронта, для них-то войны нет. Они ее не чувствуют. Вот сейчас приграничье российское начало чувствовать. А до того же особо и не чувствовали-то. Изредка там что-то прилетит. Ах, как весело, прилетел куда-то там в Москве беспилотник. Ну и что? Его там увидели, а большинство даже и не в курсе. А для большинства это, ну, вот посмотрели в интернете, да и все. А вот когда начало прилетать регулярно и системно, да, люди почувствовали войну. И это только вопрос времени, когда все больше и больше людей будет в это все втягиваться. Это нам кажется, что мы в эпицентре. А другие люди вообще, ну, СВО, СВО, ну, где-то там что-то там. Так что все впереди. И западное общество тоже прогревают поэтапно. Просто российское общество и то медленно прогревается это при том, что вот война, вот она здесь. А западная, война от них очень далеко. Изредка какой-нибудь там гроб приедет там и в газетах напишут, что такого-то наемника убили. Пал в борьбе за демократию. Сейчас вот, ну, опять же, многие люди, я не знаю, пока соглашаться с ними или нет, говорят о том, что после выборов Россия поведет себя по-другому, в том числе и на линии боевого соприкосновения. Ну, ждем, пока просохнет земля. Сейчас нет особо смысла, потому что грязище. Я думаю, вы видели это прекрасное видео, как танк-челленджер утонул по самую башню. На ровном месте причем, да. Да, пока что у нас здесь дожди, а в наших черноземах утонет все, что угодно. Поэтому вот если что-то и начнется, то когда, естественно, просохнет земля. А так, народ, вот, ну, раз уже было принято решение проводить выборы, хотя много людей говорило, что смысл, результат предрешен. Зачем тратить такие ресурсы, тратить такие деньжища? Это ж сколько ресурсов было потрачено? Ну, тут, как обычно, и плюс, и минус. Показали эти очереди за рубежом людей, желающих проголосовать. Во-первых, есть закон, по которому они должны пройти. Тут я вот здесь не соглашусь с вами. Второй момент, действительно, тут он был предсказуем в результате, я бы так выразился. Ну, по той социологии, которая была до этого, во всяком случае. Но важно было, на мой взгляд, все-таки действительно показать вот и эти очереди в том числе. А Запад все равно раздявил варежку, да не признаем, да не демократично, да что вы там проводите, перед кем прогибаться? А вот этот цирк, ну, как по мне, так это цирк, потому что, во-первых, это и в Беларуси мы проходили не единожды с вот этими разговорами о нелегитимности, о недемократичности, организации выборного процесса, волеизъявления. Да, вот ваша реакция. Особенно пиндосы, у которых трупы голосовали целыми кладбищами, у которых в огромном количестве штатов, чтобы проголосовать, даже не надо предъявлять документы, вот именно пиндосам рассказывать что-то там о неправильных выборах в России. Про Европу мы вообще помолчим. Там рта нельзя открыть, там никто левый никогда не зарегистрируется. Кому они рассказывают? Там вон они наезжают на официальную партию, вот эта вот альтернатива для Германии. Такие акции против официально зарегистрированной партии устраивают, что-то там пытаются с ней сделать. Эти люди будут нам рассказывать и запрещать нам ковыряться в носу. Да пошли они куда подальше. Было бы кого слушать. Демократы нашлись. Мы еще посмотрим, что у них будет на выборах в Европарламент. Уже скоро, ждать уже недолго. Мы еще посмотрим, что там в Америке будет с выборами. И вот тогда поговорим о демократичности и недемократичности. Хотя и так уже все понятно. Ну да, ждать осталось недолго. Что ж, будем наблюдать, будем смотреть. Спасибо, Татьяна Николаевна, за этот разговор. Всего доброго и берегите себя. Я не могу не поблагодарить белорусов, которые помогают Донбассу, которые донатят на мою карту. Мы безмерно вам здесь благодарны. Я никогда не думала, что люди вот настолько откликнутся. Это для нас очень приятно. И благодарность наша просто не знает границ. Спасибо вам всем и низкий поклон. Спасибо вам за вашу работу в первую очередь. И еще раз повторюсь, берегите себя. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!